Добрый день, меня зовут Александр Коньков, я являюсь автором и основателем проекта U-System Education – твоя подготовка к централизованному тестированию для школьников в Беларуси. И сегодня я решил пригласить к себе в гости моего хорошего друга, успешного интернет-предпринимателя Андрея Алешина. Андрей, расскажи, чем ты занимаешься непосредственно в интернете, в чем заключается твоя интернет-деятельность? В последних несколько месяцев мы с другом занимаемся сервисом Calculator, я являюсь одним из создателей. Мы оказываем услуги по созданию калькуляторов для сайтов. Зачем нужны вообще такие услуги? Их результат – повысить доверие клиентов к сайтам и увеличить их количество и посещаемость на ваших ресурсах. Хорошо, но я думаю, нашим пользователям будет интересно. А что же такое онлайн-калькулятор? И все-таки более подробно, зачем он нужен? Я вот как человек, может, не понимаю еще в чем-то. Вот зачем бы мне пригодился онлайн-калькулятор и что это такое? Например, в твоем случае можно сделать расчет стоимости услуг. В данном случае ты предоставляешь обучение в течение, например, одного-двух-трех месяцев или даже полугода. Готовишь людей к централизованному тестированию. На твоем сайте можно сделать расчет стоимости обучения на этот период. То есть пользователь заходит, будь то родитель или сам уже школьник захотел, проявил инициативу. Заходит, рассчитывает, понимает, что в принципе-то денег у него хватает пройти, например, базовый курс твой. И вот таким образом. Скажи, а на кого ориентированы онлайн-калькуляторы? Кому они сейчас крайне необходимы и они проигрывают от того, что у них нету твоего онлайн-калькулятора? Ну, не обязательно моего, да. Да, можно их заказать и у фрилансера Василия Пупкина. Но, например, строительные сайты, которые оказывают всякие услуги в качестве замеров, еще чего-то, например, натяжные потолки, где можно конкретно указать какие-то основные характеристики их услуг, хорошо, когда у них есть кроме прайса на сайте еще и расчет. Человек заходит и сразу может понять, надо ему это или нет, или дорого для него будет в этой фирме заказывать. Я думаю, это очень интересно. У меня как раз есть знакомый, который имеет свой физический бизнес по натяжным потолкам. Я думаю, ему стоит это попробовать, и он сможет потом оставить тебе хороший, я думаю, отзыв. Хорошо. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновило или сподвигло к созданию онлайн-калькуляторов? Почему именно онлайн-калькуляторы, а не видеоуроки по фитнесу или еще что-нибудь? Ну, во-первых, я учился на математическом факультете, то есть по специальности математик-программист, и это мне ближе всего, ближе, чем фитнес или что-то другое. Соответственно, постоянно обучаясь в интернете, я понял, что мне нужно начать какой-то бизнес, и без разницы, что это будет. То есть модель выстраивания бизнеса, она примерно одинакова везде. Я выбрал ту нишу, в которой уже более-менее разбираюсь. То есть с 2011 года мы плотно стали заниматься этим, и вот стараемся развиваться в ногу со временем. Это, я думаю, отлично, потому что в ногу со временем мир меняется, и развиваться, конечно, нужно. Но расскажи, а с чего все начиналось? Что было положено как первый кирпичик-фундамент твоего проекта? Расскажи, я думаю, нашим зрителям будет это интересно. Это было еще в университете, когда я учился на третьем курсе. Как и всем студентам, нам хотелось заработать денег, и разгружать фуры участия на программиста как-то было не круто. Соответственно, мы решили попробовать фрилансить. Вот и пошли заказы один, второй, третий, и так получилось, что калькуляторы – это самые интересные заказы были и хорошо оплачиваемые. В итоге вот это все выстроилось в целый сервис. Круто, я думаю, это будет очень большой сервис. А вот расскажи, а к чему именно ты хочешь прийти? То есть, пока твой проект развивается в своем развитии, но чего ты должен, хочешь достичь? Какой конечный результат? В данном случае мы ставим точки помочь определенному количеству владельцев сайтов, чтобы они почувствовали реальную пользу от нашего сервиса, именно от внедрения калькуляторов в свой сайт. Если это состоится, ну вот, например, там, большие цели, они всегда есть, то это будет очень хорошо. Скажи, а какие сложности у тебя возникали и возникают при работе над своим проектом? Самая большая сложность – это уметь сказать «нет». То есть, бывает такое, что заказов нет, а бывает, что заказов просто вагон. И лучше заказчику сразу предупредить, например, сказать, что мы сделаем через неделю, если вас устроит, обращайтесь. Если нет, то, ну вот, не надо никогда скрываться, да, говорить, что да, мы все сделаем, а потом пропадать. То есть, вот, ведите себя всегда честно, поэтому, и в любом проекте, не только вот, как у меня бывают сложности. Поначалу особенно так было. Теперь уже потихоньку перерастаю эту стадию, умею, учусь все распределять. Ну, я думаю, это очень интересно. Расскажи, какие у тебя еще есть идеи, то есть, какие еще интернет-проекты, интернет-задумки у тебя есть, что тебе интересно, поделись с нами. Ну, я думаю, все понимают, что всеми задумками делиться с вами никто не будет. Это честно, это хорошо. Ну, это по факту так получается, что в любом бизнесе, вот, хочется сказать, акцент сделать на чем. Возможно, вам нравится кататься на сноуборде, возможно, вам нравится кататься на роликах, прыгать с парашютом. Общаясь в последнее время с людьми, я начал понимать, что любой бизнес можно выстроить, любой, совершенно любой. И если кто-то говорит, что в моем городе не хватает ресурсов, не хватает людей, клиентов, значит, просто тут никто этого даже и не пробовал делать. В Витебск, например, 400 тысяч населения. Здесь по-любому найдутся ваши клиенты, и вам не нужно там все 400 тысяч. Найдите свою тысячу, выстраивайте бизнес. Если у вас не получится, вы хотя бы сможете сказать, что попробовали. Дерзайте. Скажи, какие ты мог бы дать советы, может, начинающим интернет-предпринимателям или уже работающим? Что бы посоветовал ты? Постоянно сейчас стало много различных учителей, поэтому советовать мне пока что еще кому-то что-то рано. Но, например, могу сказать одно, что постоянно читайте, общайтесь. Именно вот в общении в последнее время я заметил скрыто очень много потенциала. Когда вы начинаете с кем-то общаться, они подскажут вам, в какую сторону развиваться, или у вас с самих придет какая-то идея. В общем, самый главный совет – это общайтесь. То есть не сидите дома за компьютером, а вот вечером выходите в город, посещайте какие-то мероприятия, митапы, встречи. Это даст результат. Абсолютно согласен с тобой, потому что общение, человеческий потенциал – это и есть двигатель всего, не только бизнеса. Ну и напоследок, традиционно, я считаю, это правильным спросить, какие книги ты читаешь, и какие бы книги в первую очередь ты посоветовал нашей аудитории. Потому что через книги человек выражает свои мысли, и мы либо их принимаем, либо не принимаем. Но я думаю, это будет интересно. Пожалуйста. В основном мне нравится… начнем с фильмов, не с книг, а с фильмов. Фильмы, которые вдохновляют. То есть когда ты смотришь, когда человек делает какое-то изобретение, это фантастика, скорее всего, либо еще что-то. А потом смотришь, что в жизни, да, что-то похожее намечается. Например, «Железный человек» и «Тесла», ну это интересно, это вдохновляет. Можно посмотреть просто ролик про «Теслу», как он дает очередную конференцию свою, или рассказывает о своем устройстве. Автомобиль, будь то, или батарейка, это клево, заряжает. Из книг, наверное, в последнее время много интересных книг пишется. Издательство «Миф», если вы знаете, есть. У них есть сообщество на Фейсбуке, и есть «Дерево знаний». Недавно об этом узнал, то есть оно существует уже давно, и выбирайте ту область, которая вам интересна в этом дереве, и читайте книги оттуда. Они мотивируют, вдохновляют и дают очень большую пользу. Книга, которая меня вдохновила в свое время, это был «Нарбеков. Первый миллион» или вот что-то такое с очками прозрения. Я уже не помню точно, как называется, но это было еще в школе. Вот с нее все начиналось, именно с «Нарбекова». Спасибо, Андрей. Я думаю, было очень интересно нашим слушателям. Это первые попытки записи нашего видео. Если вам нравится, ставьте лайк, рассказать друзьям, и в будущем ожидаем новых видео. Спасибо, Андрей, за интервью. Пока.